Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 28 февраля день Анисима, назван в честь святого апостола Анисима одного из семидесяти. Этот день в народе называли Анисим зимобор, и его ожидали с большой радостью. С его наступлением начинались проводы зимы. Промораживали семена на Анисима. Считалось, что тогда они закалятся и дадут хорошие всходы. Семена выносили на мороз, а через несколько часов клали в теплое место. Также считалось, что на них сходит благодать. Бог смотрит с неба в этот день. И это обещало сбор богатого урожая. Продолжали делать заговор на звезды. Вечером выходили на улицу и произносили особые заклинания. Старались не злословить и не сплетничать. Для этого были даже специальные молитвы. А знахарки сегодня отчитывали буйных мужей. Приметы. По погоде в этот день судили, каким будет сентябрь. Теплым или холодным. Как Анисим оукнул, так сентябрь окликнул. Если поводок на Анисима, к отличному сенокосу. Гаданье сегодня считается одним из самых верных. Если ветер дует с восточной стороны, летом будут песчаные бури. Яркая полная луна на небе, холода не будет. Мало снега к неурожаю. Если в этот день не строить планы на будущее, задуманное не исполнится. 24 лунные сутки. В эти лунные сутки начинается пробуждение природных сил для нового лунного цикла. Естественно, этот процесс происходит и в человеческом организме. Причем активируется творческая мужская энергетика, которую можно использовать на созидание чего-то нового. Или выполнять тяжелую и продолжительную физическую нагрузку. Тренировку, в конце концов. Если этого не сделать сегодня, то творческие силы, не получив должного выхода, могут навредить, либо исчезнуть за ненадобностью. День подходит и для интимной близости, с целью реализации мужской энергии. Питание доверьтесь вкусам, но не переедайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова